У меня на лекцию ходят актеры, они такие замечательные непосредственные люди, они прослушивают лекцию, приходят в полный восторг и начинают бурно аплодировать. А на следующую лекцию не приходят вообще, уже никогда больше не приходят. Аплодируют, да, все вместе, на первую лекцию приходят все вместе, это как бы понятно, хотя не знаю, что-то понятно, но все дружно, весело аплодируют, а потом уже ходят один, два, три человека. В общем, всех тех, кто аплодировал, ни слухом, ни духом. Еще искренне. Ну, это совершенно в духе этих актерских анекдотов о том, что старик, ты гений, я видел тебя на сцене, это было потрясающе. Ну, и дальше что-нибудь, там есть разные варианты. Вот, ну, это идеально, а то не смертный, и больше никогда не приходить на это, реально. Ну, хорошо, значит, мы сравнили в прошлый раз вот эту ситуацию. При актуальной форме предмет становится либо как определенный предмет, то есть в актуальной форме медь делается медью, у Аристотеля. Либо предмет становится как предмет, как это мы пытаемся формулировать. Мы начинаем с того, напомню, что форма актуальна, готова, есть, а предмет становится. Мы говорим, что предмет становится как предмет, содержание становится как содержание. А у Аристотеля и у всей этой традиции предмет становится в любом случае как определенный предмет. В прошлый раз Игорь сделал замечание, что на самом деле это не очень вразумительно, когда предмет становится как определенный предмет. И вот почему. Дело в том, что здесь круг. Когда предмет становится как определенный предмет, когда формулируется так, то мы оказываемся в круге. Потому что, чтобы медь стала медью, она должна уже быть в этом смешении, и в этой потенции должна быть медью. Но, с другой стороны, мы узнаем, что она была медью только тогда, когда она медью стала. Мы узнаем, что становящаяся медь только по мере его становления. Объясняется это конечное обстоятельство. То есть, ставшая медь объясняется медью, которая медь в потенции. Но потенциальная медь объясняется уже после факта и как бы фактом актуальной медь. Вот актуальная, вот медь стала, вот она, мы узнали, что это медь, вот она, медь. И теперь мы узнаем, какой она была в потенции. Но не раньше. А с другой стороны, повторяю, медь сначала существует в потенции, потенциальная медь, которая как бы еще и не имеет. Да, когда эта картинка отличается от физической картинки. Вот есть у физиков такое понятие черного света. Свет, который не виден. Есть яркий-яркий фонарик, он светит, а мы его не видим. Это он находится на ультрафиолете, чуть-чуть за область нашего зрения смещен. И ходишь с ним, взял и посветил его, скажем, сюда. Он отражается, меняет немного чистоту и становится видимым. Становится интенсивно фиолетовым или интенсивно синим. То есть близко эта штука. Вот здесь точно так же. Мы можем сказать, что мы тоже находимся в холке. Никакого у нас света не было, по большому счету. Не было. Хоть фонарик вот этот черным цветом светил активно. Но с другой стороны, это с одной стороны. И с другой стороны, получается, что все-таки говорить о цвете как таковом до оформления его формы, то есть до того, как он посветил на стол, на что-то еще, на стул, от него отразился, мы можем. Давайте еще раз. Мне всегда нужно время и усилие, чтобы... Просто ведь подобного рода... Что такое черный свет? В круге он у нас начинает вести разговор о том, что медь может быть медной. Сама по себе. Ведь правда же? И для того, чтобы любой фактор нашего восприятия устроен таким образом, что мы нечто обнаруживаем уже оформленным. Красное, например, фельданское, мы распространяем по некой поверхности. Или что-либо еще. Ну, именно так и говорят о том, что находится до пределов нашего восприятия. Медь таким образом, получается, что он существует как медь уже до нашего восприятия. Мы его таким образом конституиваем. То есть до оформления. То есть получается, что медь как таковая бывает. Из-за того, что она приняла форму шара, она от этого не добавила свое качество. Она не стала снова какой-то меренностью особой. Она была той самой мидью, которая была изначально нам дана. Ведь у вас же пафосов из всего построения был таком, что качество как качество не существует до его оформленности формы. То есть красного как красного не существует. До той поры, пока форма не взяла его в свои руки. В отличие от той интерпретации, которую я даю Канту и Фельдера. Когда красное существует до распространения его по нему этой поверхности. Вот в чем дело. И здесь так же. Сказать, что здесь эта картина является картиной круга, я сказать то же самое. Сказать, что медность как медность существует до нашего оформления его формы. Которого нельзя. А со светом этим черным? А со светом там, это просто пример такой красивый, как нравится мне. Просто есть же вот и свет до нашего восприятия, как бы получается у него существует понятие черного света. Но мы его видеть не можем. И специальные фонарики ярко-ярко светят, а видеть мы его не можем. Почему? Потому что он находится в ультрафиолете за пределами восприятия нашего глаза. Но, картинка, пример, он состоит. Когда я свечу на стол, на стол посветил, он когда отражается, он меняет свою чистоту. И становится видимо. И стол у меня становится в темноте, светится ярким фиолетовым светом. Мы не ярким синим. Вот в чем дело. Какие-то варварские примеры, да, философские. То есть уже есть фонарик какой-то, все уже есть. Нет, 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 это речь, речь идет. И потом форма, это что значит? Получается, что как бы это... Что форма и света делают свет. Нет, дело не ваше. Дело в том, что форма как-то полностью в человеке заключена. Мы понимаем, что у него человек, есть весь остальной мир, а форма это в человеке. Что-то там человек не видит, значит и форма нет. Но это же глупо света. Нет, это просто какой-то смешной субъективизм на уровне солипсизма. Это замурованный своим телем. Да, просто нет. Это смешно. Ситуация сказать, что мы находимся в ситуации хуга, это то же самое и сказать. По-другому-то никак. Именно получается. Да, была какая-то медь, но мы узнали о том, что она медь, когда она явилась нам в форме шара. Да, был какой-то свет, но мы узнали, что он свет только тогда, когда он отходился на стола и стал синеньким. Вот такая-то штука. Ну, Игорь, вы уравниваете ситуацию, когда явление перешагивает границу восприимчивости и ситуацию потенциальности. Это все-таки разные ситуации. То есть становится видимым, потому что мы, наконец, его видим, а до этого мы его просто не видели физически. Это, конечно, не ситуация потенции. Это какая-то другая ситуация. А разницы нету в отношении их к форме разницы нет? Ну, здесь, по крайней мере, и круга нету. Потому что если мы чего-то физически не видим, то где же здесь круг? Ну, просто 12-го нет и нет. И все. Потом оно вот теперь есть. Потому что, падая на предмет, он меняет свою частоту и становится из невидимого видимым. Здесь круга нет. Да, мы же говорят. Да, но сказать, что есть круг, когда мы видим медь как таковую, или видим цвет. Мы видим цвет, например, красный цвет. Не в Каторском смысле, а в стране уже готовый ставший цвет по некоторой области. А тот, который у нас на тот самый момент образовался, тот же самый синий. Тем самым мы утверждаем, что синий как синий существовал сам по себе до нашего восприятия. В этом особенность круга. Смотрите, чтобы я включился, круг, насколько я помню, состоит в том, что мы одно обосновываем через другое, а другое обосновываем через первое. Первое, потому что второе, а второе, потому что первое. Вот это логический круг. Мы на таком логическом круге сейчас? Да. Да, да. Хорошо. И где у Аристотеля, с его пониманием потенциальности меди, круг? За какого вопроса, Игорь Михайлович? Ну, в общем, как о всем вопросе? Нет, понятно. Я готов к этому. Я только раз полагаю, что у Аристотеля круга нет. Я склонно думал. А, потому что... Что Аристотель – это такой инженер. Ну, вы просто отрицаете идею потенциальности у Аристотеля? Нет, я идею потенциальности понимаю, но идея потенциальности у него такая, как потенциальность физики. Никакая другая. Как потенциальная энергия. Вот есть же потенциальная энергия? Идея потенциальности, если говорить русским языком, это идея возможности. Физика здесь не прищет. По слову потенциальность переведите нормальным языком, сразу же это естественно. Это возможность. Эликспособность, буквально первое. Возможность-способность. Вот что это такое. Ну, хорошо. Если возможность. Возможности стать только медием, а не чем другим. Потому что тут и этого. А это соломы. Откуда взялась такая необходимость этой потенциальности и способности? Она взялась из той необходимости, что из ничего ничего не возникает. Общий принцип. Ему для того, чтобы что-то возникало, нужно, чтобы было что-то. До того, как что-то возникает. Чтобы не получал с нарушения этого принципа, что из ничего что-то возникает. Поскольку из ничего ничего не возникает, то нужен шаг, который назвали возможностью. То есть 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 некая возможность, а потом получается что-то. И вот эта возможность дает возможность. Вот это и получается, вот это и есть клуб, да. Нет, это не клуб. Просто я говорю, что это осуществление принципа, что из ничего ничего не возникает. До того, как что-то возникло, была некая возможность. Нет, что-то возникло, ты пытаешься его обосновать тем, что оно не могло возникнуть, и ничего, следовательно, было менее. Нет. А как еще? Например, маленький ребенок, он ничего не может читать, не может писать, не может ходить и так далее. Но у него есть способность к этому, и со временем его способность перейдет в актуальность. У него все заложено, все возможности заложены. Вот о чем у них речь, что она есть, в этом и состоит природная сила. Тогда ты говоришь о физическом понятии потенциальной энергии. Висит шарик, вот он висит, вроде ничего с ним нету, а в потенции у него есть кинетическая энергия. Он взял, попал, и за скоростью потенциальной энергии. Игорь, я не знаю, почему ты с философией как-то так свернул в какую-то там технику и физику, мне это не очень понятно. Нет, я в сторону Аристотеля. А в сторону Аристотеля есть такое у него понятие, называется как бы фюсис. Вот этот фюсис, как бы, это вот некая природа, да, она как бы и состоит в том, что воно есть некое сочетание вот этой возможностей, способностей. Ну да. Из этого фюсиса все остальное, которое... Шарик по своей способ природе может упасть и превратиться в то, что, в то, в видущееся шарик. Вот, вот фюсис, да, по своей природе. Мальчик рост, рост, рост и выраст человеком. Но никак не в Волоке. Почему? А фюсис у него такой. Ну, правильно, так и есть. Ну, это много. Так вот это... И получается, что либо круг, либо вот эта самая возможность, потенциальность, она ведь она та, какая, как в современной физике. Никакая, не другая. Вот, 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 что я хочу сказать. И тогда ты говоришь, потенциальность расшифровывая как возможность... А в белорусских организмах тоже был потенциальность, как в физике? Да, да, конечно. Ну, как, каким способом? Ну, он и таким же. Призародыш как бы перерастает как бы в живой организм по потенциальности физики. Ну, вот, как-то так, да. Ну, что, ну, Игорь, ну, что придумывать такое-то? Я не знаю, ты как-то уперся в свою физику. Почему нет физики-то вообще? Есть просто общий термин. Потому что она нам... Возможная способность. Потому что она нам позволяет понять вот эту самую картинку. Есть же понятие потенциальности. Сиднее, мощное понятие потенциальности. Это значит, потому что, по-моему, компьютер может сбитый-подойти и понять, как она работает. И ты все избить, как бы сказать, вот видите, там где-то компьютер, там не работает. Как я попробовал бить, то он не работает. И что? Просто есть соответствующие... В философии есть соответствующие методы для того, чтобы исследовать что-то философское. И какие-то внешние примеры, внешние примеры, они как бы ни о чем не говорят. Ты говоришь о чем-то общем. Не об общем говорить-то, но... Я не об общем, я говорю... О конкретной ситуации. Я говорю близко к Аристотелю, понимаешь? Я не говорю о каких-то фигов этой физике. Близко к Аристотелю, что ли? Речь идет о том, что должен быть какой-то шаг, что ничего-ничего не возникает. Отсюда и возникает, что есть некая потенция до того, как что-то стало чем-то. Есть некая потенция этого. Она называется, это потенция фиусис. Понимаешь, как в природе. Тогда, как мы видим медный шаг и говорим, ничего-ничего не возникает, значит, была медь. Которая по фиусису, по своей природе, превратилась в медный шаг. Можно же как бы сказать, здесь, знаешь, тут можно следующую претензию предъявить. На самом деле, медь до того, как она стала оформленной медью, это разные вещи. То есть, можно сказать, что то, что было до того, как было оформлено, это одно. А когда она стала оформленной, она стала медью. И слово медь мы не употребляем по отношению к тому, что было только потенциально медью. Надо придумать другое слово какое-то. Допустим, я не знаю, там, медь один, тогда потом... Или прото-медь какая-то, да? Потому что она не была медью, она была только потенциальностью какой-то, которая могла бы стать медью и становится медью. Всякий раз, когда возникает форма. Ну, от этого круга у нас не избавят. На медь два мы уже пытаемся обоставать, что она возникла из меди один. А медь один возникла из меди два. Просто медь один... А медь один возникла из меди два. Ходим до матрешки. Да никто так не ходит, просто ты ходишь. Я говорю, медь один – это и потенциальность некая. Просто ее нельзя называть той же самой медью. Это некая потенциальность. Она в том смысле, что из меди не возникнет, как ты говоришь, там, что-то другое, там. Даже железо же не возникнет. Да, да. Вот из этой потенциальности возникает только медь. Да, конечно. Определенность некая. Но она возникает только... По своему флюзию, по своей природе, да? Да, она возникает только благодаря форме. Если бы формы не было бы, никогда бы из этого потенциальности никакая бы медь не вышла. Вот это и получается этот фонарик с этим у нас с ультрафиолетовым светом, с которого синий и фиолетовый возникнет, а красный – никогда. Окей. Олег Николаевич, а в вашем варианте каким образом кругом? Я сейчас сначала Игорю скажу. В моем варианте. То есть сначала вам. Благодаря актуальной форме шара, медь делается медью. Форма шара актуальна. Медь делается медью в том смысле, что она из возможности переходит в действительность. Если возможность – это переход от небытия к бытию, то действительность – это бытие. Так вот, когда мы видим эту картинку, то здесь круг. В чем круг заключается? Почему мы уже в готовом медном шаре видим медь? Потому что прежде медь была как потенция. Откуда мы узнаем, что медь – это медь? Потому что она сначала была в потенции. Но откуда мы узнаем, что потенция была медью? Потому что мы видим перед собой актуальную медь. Никакого другого способа утверждать, что в потенции была медь – невозможно. Пока мы не увидим медь в потенции, мы никогда не можем сказать, а не в потенции, а наоборот, в действительности медь. В качестве уже, как мы говорили в прошлом раз, Игорем уже подсвеченная, так сказать, заду, и освещенная спереду, и вот, так сказать, готовая торжествующая медь. Откуда мы знаем, что она медь? Почему мы знаем, что она медь? Потому что когда-то она прежде была медью в потенции. Откуда мы знаем, что в потенции она была именно медью, а не костью? Потому что в торжествующем виде, в окончательном виде, она явлена как медь. Получается чистой воды круг. А объясняется Б, а Б объясняется А. Вот так. Поэтому у нас с Игорем возникла в прошлый раз такая интуиция, что на самом деле это немножко бред. Когда такое утверждают, да, это как бы немножко бред. Я бы пытался это разобрать и получил круг. Действительно бред. Не, на самом деле это бред, если считать, что что-то творится. Если что-то не творится, тогда это не бред. Но у нас любой проект так осуществляется. Всегда мы о возможности осуществления проекта узнаем после того, как он осуществился. Всегда так. Я бы так сказал. Знаешь, почему? А если говорить о творении, да, тогда если о творении тогда. Ну, все наше знание, мы когда-то ничего не знали, оно все в потенции было. Вот древние люди там ходили с Дрикольем, да? Ну, все, вся возможность нашей техники, цивилизации, все присутствует. Все равно же круг, понимаете? Когда мы видим там тот самый зародыш какой-то, который там вообще ничего там нет, ничего не видно. Вот. Мы знаем, откуда мы... А потом вырастает мальчик, а не волк. То почему вырастает мальчик? Потому что в этом ничто, в этой чистой потенции был мальчик, а не волк. Откуда мы знаем, что в чистой потенции был мальчик? Только по мере того, как он актуализируется. По смыслу слова потенция. Пока мальчик не явился, мы не имеем никаких возможностей утверждать, что он был потенциален. Так это и есть факт того, что мы не творим мир, а мы только его воспринимаем. Для Бога было бы иначе. Для Бога был бы круг. Потому что Бог мог бы сотворить все, что угодно. Для Бога не было бы круга. Потому что Бог разопнул бы этот круг. Он бы из ничего сотворил. Почему появился мальчик, а не волк? Так это сказать, что из ничего сотворил, так это и есть кульминация круга. Что из ничего что-то творится. Я говорю, из ничего ничего не может выйти. А тут, получается, из ничего что-то творится. Ну, Игорь же нам напомнил эту формулировку круга. А из Б, А, Б и Ш. Смотрите, как обуставать, что Бог что-то творит. Ему надо какое-то ничто, которое даже немыслимо, которого и не существует как предпосылка. И вообще о нем говорить невозможно. Чтобы что-то сотворить. То есть ему нужен предыдущий шаг, которого не существует. Чтобы стал следующий шаг. То есть это нечто формуное. Я говорю, для нас творить, нет такого шага, это ничто. Для нас всегда есть уже в потенции что-то, уже заранее вложено, есть. И мы, на самом деле, в ограниченных условиях существуем. И наша форма может только то, что позволяет материя. Ну, так было-то. А что мы утверждаем? Мы утверждаем. Конечно, мы люди. Конечно, наш единственный путь, это действительно, из потенции в актуальность. Но только не надо это понимать по-аристотельски. Иначе будет круг. У Аристотеля и у всей этой традиции потенциально существует нечто определенное. А именно медь. А именно мальчик, а не волк. Медь, а не... Уже потенциально есть это. А мы пытаемся строить иначе. У нас есть определенная форма, актуальная форма, которая пока еще не круг, в отличие от Аристотеля. Да, вот мы последние два занятия, то есть первые два занятия. Этим как раз и занимались заново, в который раз. У нас о форме мы не говорим, что это круг или куб, а говорим, что это просто некая актуальность. Некая актуальность. И все, в общем, ничего не говорим для начала. А Аристотель сразу говорит, что это круг или куб. А там, трансцендентно, там метили волосы. Как в Аксагоре, так же и в Аристоте. Проблема. Зачем тогда вообще предмет нужен? Вот предмет как раз и есть туго ограничения, что форма не может все. Она может только в этом предмете явить свою актуальность. То есть это на самом деле ограничение формы в каком-то смысле. А если получается, что там нет никакой определенности до формы, тогда и предмет не нужен. Просто тогда форма должна развиваться и самой себя, и все. Почему она на предмет обязательно опирается? Опора на предмет – это и есть то утверждение, что предмет необходим. Хоть он и вторичен, хоть он и следует за формой, но он без него никак. И поэтому форма не все из себя производит. Что-то исходит как бы… То есть внутри предмета как потенциальность присутствует в виде чего-то там, возможностей, способностей, которая форма только актуализирует. Она только являет то, что уже как бы есть, как сказать, есть в потенции. Вот мы, в отличие от Аристотеля, говорим, что форма актуализирует предмет как предмет. Содержание как содержание. Так мы начинаем. Аристотель начинает совершенно иначе. Это мы как раз пытаемся взвесить на весах высшей справедливости, завязав глаза. Мы общими усилиями с Игорем уточнили эту ситуацию, на мой взгляд. Теперь можно сказать, что построение Аристотеля все-таки действительно немножко вздор. Потому что круг. Уже даже интуитивно мы поняли, что вздор. Но вот теперь я утверждаю нечто большее. Что очевидно все-таки, что вздор. Не чуть-чуть вздор, не интуитивно вздор, а круг. Потому что, еще раз, мы можем утверждать, что у зародыша был именно мальчик, а не волк, только узрев актуального мальчика. Или по мере узревания актуального мальчика, который, глядя, родился без хвоста. Еще ничего не ясно, уже ясно, что без хвоста. Тогда мы говорим, что потенцией был не волк. Не волк. Что-то другое. В общем, мы уточняем. А с другой стороны, разумеется, почему мальчик? Да потому что он был в потенции. Потому что он был в зародыша. И это действительно круг. И этот круг у Анаксагора, и этот круг у Аристотеля. И поэтому это неудовлетворительно. Вопрос в том, почему получается удовлетворительно у нас. Это другой вопрос. Потому что мы говорим, что предмет становится как предмет. Предмет становится как предмет. Но мы сейчас это пытаемся выяснить. Скоро разобрались, да? Понятно, почему. Если мы говорим, как Аристотель, если мы говорим, как Анаксавор, если мы говорим, как Кант и Фихте, забыв про Игорь и возражения, сейчас я забываю про них, сейчас не обсуждаю их. Хотя можно будет вернуться и еще раз пройти. Просто надо продолжить мысль. Хотя бы одну. Если мы рассуждаем, как все эти мыслители, как Кант и Фихте, для которых точка, без пространства точка, по мере того, как она получает форму, в общем, определенную форму, в этой форме есть имя. Это имя пространства. Кожмание – время. Его имя – протяженность. Не круг, конечно, более отвлеченный. Можно считать в этом некий более, так сказать, изощренный способ размышления. Если у Аристотеля все-таки круг или куб в качестве актуальности изначально, то у Канта и Фихте это просто протянутость. Просто протянутость. Вот феномен перед. Априорная форма перед. Но это все равно определенная форма. Некая. А может быть, не знаю. Надо подумать. Но она существует актуально, конечно. Этот перед остается перед и всегда. Когда в нем и красное, и зеленое возникает, он все равно остается равный себе. Пространство равно себе. Это некая познающая себя форма, которая равна себе и никуда не девается. А в ней потенциальный источник рождаются всякие волки и мальчики. Во всех этих случаях мы можем говорить, что это круг. Будь то пространство, круг, куб. И что-то не было другое. Почему? Потому что содержание с самого начала задается как определенное. В точке есть красное. Точка у нас красная. Но красная здесь потенциально. Потому что по определенной логике понимание. Точка есть красная. Но пока она не пространственная, конечно, это краснота никакая не краснота. Опять же, а почему она краснота в протяженности? А потому что она и была краснота в точке. С одной стороны. А с другой стороны, откуда мы знаем, что точка была краснота? Понятно, что точка не может быть красной. Понятно, что мы узнаем о том, что и можем утверждать, что точка и была красная потенциально, только тогда, когда явлена протяженность. Тут же можно логически рассуждать. Либо красная возникла, сотворена форма, момент этого восприятия, либо красная что-то до того, как стало красным, допустим, шаром, было что-то. Назвать его красным или как-то, неважно. Других вариантов нет. Либо-либо. Либо мы сотворили красное, либо как бы... Или красное было прямо в форме, либо как бы красное было до того, как оно было оформлено. Или-или. Тут же как бы больше по-другому уже никак на эти возможные мысли. Ну, это просто как бы интерпретация круга. Понятно, что круг разваливается. Когда мы говорим из АБ, а из БА, то, конечно, естественное возражение либо-либо, господа. Что вы лепите? Либо из АБ, либо из БА. Понятно, что либо-либо. В прошлом году ничего не творит, правильно? Поэтому до того, как форма что-то оформляет, было нечто. И как бы его назвать, уже этот разговор уже другой. Форма не творит, либо творит. Если она творит, тогда да, нам предмет не нужен. Форму всю из себя сотворять. В том числе и красная. Проблема в том, как я понимаю, попытки отличить концепцию актуальной формы Олега Михайловича от предшествующих, близких версий, состоит в том, что форма, возьмем слово творит, но форма творит либо уже какое-то конкретное качество и конкретную себя же форму, либо она творит себя или обнаруживает себя сначала как просто форму, еще никакую неопределенную. И содержание еще никакое неопределенное, а просто содержание. Это как бы две большие разницы. Потому что то, что мы говорили об Аристотеле, который берет ситуацию в некотором единстве, когда есть и форма, и содержание, и то, и другое уже определенное, там Канты с Кантсфикте делают другой акцент, они сосредоточены на форме, на определенной форме. А определенность предмета, который этой форме противостоит, там как бы не так существенно, и о ней говорится вскользь, поэтому здесь можно дискутировать до потери пульса. У этой точки есть краснота и нет красноты. Но они точно совершенно начинают с формы, актуальной и определенной формы. Именно с пространства, именно со времени. Тогда как можно начать с формы, актуальной как таковой, про которую нет никакого определения, кроме того, что она есть. Просто вопрос же не идет о каком-то богословии, правильно? Это же не этапы, это на самом деле скорее вопрос конкретизации одной и той же ситуации, оформления. Можно сначала эту ситуацию в самом общем виде рассмотреть, когда форма только актуальна, потом уже уточнять ее, что это форма одной и так далее. Это как кожура в луковице. На самом деле это все одновременно присутствует. Мы конкретизируем форму просто постепенно, но на самом деле нет никакой последовательности, нет никакой формы, которая только актуальна. Она просто это как бы некий аспект, самый простой, самый первый аспект, который-то это потом конкретизируется в то, что какая форма наша конкретная, как мы сейчас смотрим, форма, она максимально как бы вот конкретизирована. То есть фактически речь идет не о каком-то последовательном ходе, а просто о постоянной конкретизации, о постоянном уточнении того, что такое форма. Одна и та же форма. Ну да, только здесь движение идет не в сторону конкретизации, я бы взял в другую сторону. Что здесь уточнение идет... Ну или уточнение, можно сказать. Да, уточнение идет в сторону более фундаментальной точки начала. Анализа действительно, и если твой аргумент в том, что никто никогда не видел актуальную форму как таковую, ну да. Да, и это все. В любой форме, в нашей форме уже есть, но есть аспект актуальности как таковой. Есть аспект того, что она одна и так далее. Все это присутствует сразу, развернуто во всю ширину. Можно как бы все эти вот луковицы, кожицы все снять и найти сердцевинку. Оно не может присутствовать сразу все. У нас есть эмпирические феномены. Уже отталкиваясь от... Как бы мы можем анализировать эти эмпирические феномены, разлагая их на форму содержания. И как бы думать о том, как наиболее непротиворечиво мы можем, и как глубоко мы можем непротиворечиво опуститься в этом анализе. Речь об этом. Поэтому твоя апелляция в том, что на самом деле всегда есть медные шары, вот, и нечего огород городить, а ну да. Но так философия в том и состоит. Чтобы как раз попытаться понять, как так получилось, что шар медный. Нет, я-то имел в виду просто, что первый момент состоит в том, что все форму-то сразу максимально развернуто. А мы пытаемся ее выстроить последовательно. И это некая как бы идеализация. Не может быть форма дана, она является продуктом обнаружения себя. Она не может быть дана. Да, и продуктом обнаружения, но она все это уже давно сделала. Так, когда на это? Все выстроила давно. Ну как, мы же не богословием, еще раз говорю, занимаемся. Мы занимаемся некой, реальной, реальной. Откуда это противопоставление? Не хочешь заниматься богословием, значит признавать, что все уже давно форма была. Ну мы-то обещаем, откуда сейчас. Вот мы лично сидим здесь и откуда вещаем. Мы уже вещаем с позиции некой развернутой, как во всю шире губ форма. Ничего это не бывало. А как мы наоборот, мы опускаемся опять на самое дно. Нет, ну мы сейчас, чтобы опуститься на дно, мы на самом деле сами лично сейчас где присутствуем? В ситуации развернутой. В одном дне. Нет, в ситуации, не мы, это не в разговоре, а вот каждый из нас. Он видит шары. Я не назову семена. Да нет. А второй вопрос на самом деле, самое главное, почему форма двигается именно таким путем, а не каким другим? Почему, если она творит нас, почему не может сотворить мир так, как ей бы хотелось бы, по произволу? Почему все формы всегда уперты в некий специфический путь? Потому что предмет не дает на самом деле форме быть любовь. Вообще никакого произвола было. Правильно, произвола нет, и поэтому на самом деле нет никакого творения. Весь мир в потенциальности по этому на самом деле находится. И мы его актуализируем. Мы только можем актуализировать. Форма ничего сделать не может. Она может только выявить. Из хаоса, как бы, или как сказать, из темноты, откуда угодно. Она только высветить может, выявить, оформить. А сама сделать ничего не может она. Она как бы, в каком-то смысле, бессильна. Она как бы идет путями уже, которые ей предложены. Вот ей предложен этот путь, и негативаться ей некуда. Ну и хорошо. Значит, мы, собственно, этим путем-то и идем. Бессильной формы. Значит, мы что говорим? Значит, арестователям понятно. Вроде как круг. Вроде как понятно. Вроде как бред. Потому что ничего более бредовее, чем круг, придумать и сложно. На самом деле. Так просто. Бред выясняется только на дне. Можно только спуститься на дно, чтобы обнаружить бред Аристотеля. Получается, не только бред Аристотеля, а бред в си классические традиции, я так понимаю. Ну, по крайней мере, традиции... Везде, где присутствует некое, как бы, содержательное начало, да? Например, фиктеканта, там круга нет. Там нет круга, но там нет и потенциальности. Да, как таковой, да. Конечно, да. Нет, подождите, а красное, которое в точке, это что такое? Это некое содержание до всякой оформленности. Да. Но это и есть ваш круг-то, че? Нет. Который потом станет красным, когда станет оформленность. Не до всякой оформленности, а красное, как-то его качество. Я только что объяснял, что такое круг, как ваша интерпретация. Это то, что мы понимаем, что есть некое красное, только после того, как она стала красным этим шаром. Но точно так же у фикта в точке ничего не видно. Это как бы фонарик. Как мой фонарик. У Аристотеля все то же самое. В том же самом смысле, как и у Фикта, у Аристотеля тоже нет круга. Точно так же, только он называет это потенциальностью. Если можно назвать это точкой, а можно назвать это потенциальностью. Нет, мне кажется, что Игорь обратил внимание на интересные обстоятельства, что в физике и в самом деле все эти величины, масса, энергия, что там еще есть? Температура. Да, температура. Что они все действительно применимы к точке и существуют в этом неизменном, абсолютном пространстве и времени. И смысл этой неизменности и абсолютности как раз в том, что все эти температуры как бы не нуждаются для своего проявления в круге или шаре, или в таком пространстве, или в таком пространстве. То есть, если человек и не будет, все это будет существовать? Да, да, да. То есть, мы попадаем просто в суперфилософскую ситуацию? Какую-то другую, не менее интересную ситуацию, да. Это уже не философским путем обсуждаем сейчас. Ну, ты сегодня занимаешься, то ты запрещаешь богословие, то ты запрещаешь... Ничего я не запрещаю. Это много, а потом, как-то я ничем. Просто как бы обладают твой подливый ум на самого себя, по-моему, нет? Это, конечно, сама по себе интересная ситуация. И нужно обдумать ситуацию в физике, когда действительно... Но в ней действительно нет этого противопоставления формы и материи. Ее нет. Действительно, находясь в точке, то есть вне какой бы то ни было формы, не только пространство, ну, как бы вообще никакой формы нет, естественно, у точки. Мы спокойно работаем с температурой, там, и ничего не меняется. Из-за того, что вдруг наложим куб или что-нибудь еще, температура останется той же, и энергия той же, и масса той же. И ничего не изменится. Такая-то другая ситуация. Понятно, что она другая. Но она не менее интересная, конечно. Можно назвать ее не философской, но чисто условно. Ее, наверное, как-то надо обдумать и, может быть, даже как-то вот... Платона, там, в диалоге, там, теми, по-моему, там, сначала математические фигуры были и так далее. Ну, по-моему, это аналогия такая же, как и физики. То есть сначала придумали еще нечто математическое, потом сказали, что оно существует каким-то непосредственным образом, но и, как бы, теми иначе, как бы, да, только просто более научно. Ну, вот, если вернуться к, условно говоря, философской ситуации, то мы имеем вот такую картинку. Картинка такая, требующая, конечно, некоторого... на которой требующая некоторого размышления. Значит, что говорит традиция? Назовем Аристотель, назовем эту традицию, потому что, действительно, он тут самое сердце. Вот она говорит, что в определенной форме становится определенное содержание. Определенность формы отличается от определенности содержания только одним. определенная форма актуальна, есть, готова, не возникла и не исчезла, а содержание тоже определенное становится, и, как бы, всегда становится некоторым образом. Ну, не всегда, это, кстати, еще вопрос, когда шар стал медом, мы имеем уже составное третье, то, что Аристотель называет, то есть предмет, то уже непонятно, что он становится, он уже стал. Да. И это, кстати говоря, может быть проявление круга, потому что мы, если мы имеем уже... Вот эта потенция, это, кстати, готовая, я про содержание уже, о предмете говорю, это потенция, ну, понятно, что предмет, раз потенция. Эта потенция, это готовое нечто, это медь у зародышей, и медь круглая, уже, вот, то, если на одной стороне этого, на одном полюсе этой, нечто абсолютно готовое уже, которое не остановится, то это уже немножко подозрительно, это уже немножко царапает. Теоретически она остановится. И это, 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 как бы, снова возвращает нас к кругу, потому что, еще раз, почему мы знаем, что в потенции медь, потому что в готовом виде она-таки медь. И она-таки уже готовая, она уже не становится как медь, она уже есть медь. И по мере того, как она есть медь, мы можем, мы вначале послали сюда, из потенции, естественно, понятно, что сюда, но мы тут же сделали круг назад. А что, откуда мы знаем, что там в потенции? Да потому что вот она уже готовая. И как готовая, торжествующая, она именно медь, и ничто совершенно другое. Все, состоялось. Тогда же ситуация феноменологии всегда так. Феноменология всегда так что-то является, а потом мы разбираем, с чем она является. Феноменология разберет. Есть феномен ставший, да, как мы его разбираем, на составляющие. В этом суть, в принципе, любой феноменологии. Не додумать того, что как это могло бы быть, а исходить из того, что есть, и разбирать его, как оно было до того, как стало чем-то. Ну, хорошо. Так вот, значит, это вот Аристотель, как сердце, середина смысловая классической традиции. и здесь, на мой взгляд, достаточно ясно. Показывает себя круг. Вот. И наше построение. Мы говорим, что начинать надо со следующей интуиции. Да, форма актуальна, но больше ничего о форме актуальной мы сказать не можем. Она как форма актуальна. И нет никакой необходимости говорить, что это круг, шар, пространство или время. А предмет в этой форме, становится как предмет. Или содержание, по позиции формы содержания, форма предмета, в общем, все годится. Или содержание становится как содержание, в готовой форме. Вот исходная ситуация. Отсюда первая форма, это как бы вообще метод. не нужно с самого начала называть ни то, ни другое. Это метод. А первой формой реально, так сказать, то, что мы можем на дне, спустившись на самое дно, так сказать, удостовериться, мы говорим, что форма есть. А поскольку форма – это я, форма – это знание, то я есть. Форма есть – это знание формы себя. Первое знание формы себя, первая рефлексия – форма есть. А вот и мы говорим, что здесь знание и существование совпадают, не различают. Знать себя и быть – одно и то же. Отсюда возникает ситуация форма есть. Я есть. И для так понимающей себя формы, для меня таким образом себя понимающего, содержание становится, как содержание, не как нить. Сбавил Бог. Для так понимающей себя формы, для так понимающего себя я, содержание становится, как содержание. Предмет становится как предмет. Мы это говорим, и мы вроде как говорим, что это первый опыт, который, если он не будет продолжен свободно и произвольно нами, то он, как бы этот первый опыт, будет и последним опытом. Наше дно окажет свет, если мы сияющие вершины. Я есть, и для так понимающего себя я, форма, содержание, предмет становится как предмет. И мы что говорим? Мы говорим, что в таком построении круга нет. Но хочется спросить, действительно, вроде бы все хорошо. Аж сердце в пятки ушло, как все хорошо. У меня, по крайней мере. Мое сердце в моей пятке. Хочется, конечно, моим пяткам, хочется еще и ответить на вопрос, собственно, почему, что изменилось. Почему? Вроде бы осталась общая позиция актуальности и потенциальности. Но если мы говорим так, то возникает круг и глубочайшая неудовлетворенность. А если мы говорим так, эдак, что форма просто актуальна, и таким образом она просто есть, а содержание просто становится, и становится оно как содержание, а вообще никак не. Так вот, термин «установление» есть, это идти. Потому что, когда говорят «установление», есть две схемы. Первая – это когда у нас есть чаша с водой, в нее воду наливают, вода вот этой чашей становится, и становится все больше и больше. Или удар ползет, ползет, вот он становится перед нами. Это он все равно выползает из-за угла, допустим. Второе – это понимание, это гейблевское понимание. Когда есть ничто, есть бытие. И они тождественны. Если мы полагаем их одно перед другим, перед собой всю вот эту ситуацию, мы понимаем, с одной стороны, это у нас ничто, а оно тоже в момент бытия. Бытие – это тоже в момент ничто. То есть ничто не становится во время как-то, бытие. Бытие не становится во время, а они просто тождественны друг другу. Бытие не приходит, говорит Гегель, в ничто, а уже перешло. и ничто не переходит в бытие, а уже перешло. Вот такова ситуация. То есть он, по большому счёту, образует новое понятие. Понятие становления, которое не имеет отношения к упалзающему удару или наполняющейся чашей. Такое, собственно, гигельское понимание становления. Здесь же становление какое? Удав, не с чашкой. Как здесь можно сказать, что есть становление? Ведь из того, что вы сказали актуальность и сказали становление, это не означает, что вы избежали ситуации круга, быть может. Так может, мы просто придумали для этого новые слова. Ну смотри, если здесь становление понимать как содержательный процесс, то есть материя становится какой-то определенной материи, то тогда да, тогда ты прав. Это выползание удава, и тогда нет никакой разницы с Аристотелем. Только в нюансах слога употребления. Но, насколько я понимаю, здесь становление понимается в третьем смысле. Да, не имеющим отношения к старшим отношениям. Да, есть удав, есть гигель с его наукологией. Да, ну что делать, понимаешь, когда новая философская система – вот здесь большое подозрение, что никакого третьего смысла нет у вас становления. Но здесь, еще раз, ничто становится содержанием. Даже не чем-то, не нечто, а становится лишь содержанием. То есть то, что может быть оформлено материей. Еще раз, это даже не бытие в возможности. Это ничто, становящееся бытием в возможности. Вот что происходит. Это все-таки богословие. Имеет отношение. Так все-таки это богословие у вас? Ну так уж нельзя сказать, что ничто то, что всякое. Нельзя же сказать, что ничто. Конечно, нельзя. Я и говорю, что это происходит в становлении ничто, ничто становится бытием возможности. У Аристотеля была такая дилемма. Медь в возможности становится медью в действительности. Да. Уже есть некоторая качественная определенность. В этой качественной определенности заложена мина, которая выясняется со дна. Дегор, ты хочешь сказать, что не мальчик становится фонком, да, мужчиной. А хочешь сказать, что ничто становится мальчиком. Нет. Ничто становится бытием возможности. Это бытие в возможности еще даже не является... А бытие в возможности уже становится бытием действительности. Из того, что это стало 3 пункта, оно не перестало быть кругом. Ребята, я же говорил, что есть 2 дилеммы, как будто не случилось. Оно перестало быть кругом, потому что исключена качественная составляющая. Если бы становился волк в возможности, ничто становилось волком в возможности, а потом волк в возможности становился волком в действительности, тогда да. Но становится не качественное определение, становится лишь определение. Да про возможность нельзя сказать качественное, но или нет. Становится быть бытием возможности без качества, просто как таковым, как бытием возможности. Игорь, ответьте мне, вот есть дилемма. Либо качество творится, либо качество есть до того, как форма его оформления. Других вариантов-то нет. Либо в момент восприятия качество творится. А сейчас речь идёт о том... Ты какой-то говоришь, как будто третий есть момент. Да. Третий момент вот какой. Мы показываем, как творится форма, которая будет наполнена вот этим содержанием любимым, которое приходит извне. Краснота, как краснота. Так извне что-то приходит? Ну да. Так а в чём эта проблема с Аристотельем и прочее? Весь пафос классических философий Аристотеля, до Фихта и Гигеля, что извне что-то приходит. Ещё раз. Разница в том... Назвать это возможностью можно, точкой, как угодно. Это уже не важно, слова-то не важны. Взне что-то приходит, либо не приходит. Если не приходит, это творение как из ничего. Ещё раз. Аристотель говорит сразу о ситуации, когда содержание является в то же время и качественно определённым. Качественная определённость... Нет, категория качества не может применяться к возможности. К возможности есть некая возможность, она есть возможность. Это я слово «качество» не использовал как категорию. Ты говоришь «качественная определённость». Да, качественная определённость. Есть некая материя неопределённая какая-то там, она возможна. В том-то вся и проблема, что у Аристотеля материя всегда определённая. Или материя всегда предопределённая. Она предопределённая, и мы об этом узнаём только после того, как увидим оформленное нечто. Оформленное нечто мы видим, и можем его разложить на составляющие, гипотетически. Мы раскладываем его на составляющие, в которые включают в себя медь в возможности. Не медь в действительности, которая есть, а медь в возможности. Как она там возможно существует, неизвестно. Даже как у Канта, у Фихта, у Гегеля, у всех так. Да, совершенно верно. И вот эта гипотеза о том, что нам необходим такой конструкт, как медь в возможности, заключает в себе круг. Ну, это по вашей версии. Совершенно верно. По моей версии других вариантов нет просто, но по вашей версии почему-то круг. Тогда всё круг просто. Ты хочешь узнать, что я думаю? Ну. Вот. Третий вариант мне нужен. Третий вариант состоит в том, что форма творит не медь в возможности, а форма творит определение как таковое материи в возможности. И вот эта форма материи в возможности будет наполнена потом внешним содержанием, например, краснотой. А почему она не творит произвольно? Как Бог? Бог почему-то творит произвольно, а форма почему-то вынуждена творить непроизвольно. Почему? Потому что никто никогда не творит произвольно. Нет такой вообще концепции. произвольности творения. Нет, это творение изначально из ничего возникло. Она творится по свободной воле Божией, и там нет никакого плана до того, как она творится. Там произвол только в начальной точке. Он мог творить, а мог не творить. Нет, просто если распускается, почему форма по другому пути не пойдёт? По определённому плану. Почему форма по другому пути не пойдёт? Почему он идёт по этому пути? Ещё раз, потому что нет такого концепции произвола, в смысле нарисовать вместо красного синее, такой концепции произвола... Значит, красное приходит изменяется? Конечно. Но так получается, ничем не отличается эта концепция от Аристотельской и всей классической философии. Нет, отличается. Я это уже объясню, как она отличается. Я могу повторить. Ну, мы могли бы двинуться к какой-то следующей мысли, потому что зависать уж совсем на одной скучновато. Ну, хорошо. Значит, всё равно есть такой оставшийся вопрос. Когда содержание переходит из возможности в действительности в качестве реального содержания, то круг. А когда мы говорим, что содержание... Если ничто переходит в бытие, то кругом вводе нет. Да. Просто ничто переходит в бытие. Возможность иметь в бытие. Тогда непонятно, что значит переходит. Да мы просто для удобства... Но проблема-то в том, что мы не понимаем, что переходит. У Гейлер справляется с этой ситуацией тем, что у него перешло. Она не переходит, а в том смысле, что перешло. Что ничто это бытие, а бытие это ничто. Не ничто становится бытием, небытие становится ничто. А ничто есть в бытие. Чтобы избежать вот этого самого удава, хоть этот удав из небытия ползёт, быть может, избежать из этого удава, который вот на одну треть уже появился из-за шкафа. И это важно, потому что идею установления как такового же потом используете. Одно становится другом. Надо конкретизировать его. Потому что у Гейлза действительно, вот Игорь здесь правильно нам показывает, что Гейлер такой проблемы не имеет. Когда ничто есть в бытие, то всё хорошо. Нет, ну видишь, с другой стороны, он же вынужден говорить о восстановлении как о отдельном пункте. Да, но он... Говорит о нём странные вещи. Да, но он его делает, он его конституирует, по сути. А вот так, что когда ничто становится бытием, то сразу становится вопрос, насколько оно становится бытием? На одну треть? На одну четвёртую? Насколько вот так выползает? Да, совершенно верно. Да вот нужно указать, каким образом происходит становление. Да. Вот я полагаю, что выход состоит в том, что ничто становится бытием возможности. А у Гейгеля как бы более простая картина. Либо ничто, либо бытие. уже актуальное бытие. Поэтому у него скачет туда-сюда. Но в качестве промежуточного бытием возможности. Да, но тогда возникает дельефма между бытием действительности и бытием возможности. На самом деле, если в Гейгеля внимательно считать, когда слово «ни что» это слово... Ровно такая же, как между... Слово «ни что» это не равно бытию. Потенциальная четойность или актуальность? Такое же. Слово «ни что» у Гейгеля не равно слово «небытию». — Да, конечно. — «Ничто» — это просто неопределённое. — Конечно, мы это понимаем. — И «ничто» становится бытием, то есть «бытие» равно «ничто», потому что «бытие» — ничего невозможно сказать. Оно в смысле определённости есть «ничто». Но не потому, что это имеется в виду как-нибудь представляемое «небытие». Здесь вполне конкретная вещь, как феноменология духа первая глава, что можно сказать о предмете. Можно сказать только, что он есть, и больше сказать о нём ничего нельзя. Хотя нам кажется, что там есть многообразие содержания, но на самом деле всё, что можно сказать здесь, что оно есть всё. Или просто есть, и всё. И вот это «есть» обыгрывается в логике в том смысле, что «бытие» — есть «ничто». «Ничто» — в смысле неопределённости. То есть неопределённость равна «бытие» — есть нечто неопределённое. Всё. Вот всё, что здесь говорится. Не имеет никакого иного содержания, кроме того, что оно «бытие». Если входить в Гегеля, потому что так трудно брать, начинать с возникновения и уничтожения, со становления, если мы не договоримся, что у Гегеля бытие, а что у Гегеля ничто. Вот Балтия отчасти въехал в эту тему, что это не то ничто, из которого христианский Бог творит мир. Гегель — другое ничто. Если входить в Гегеля, то… Во-первых, у меня нет уверенности, что я войду в логику правильно. Но «бытие» — это ситуация, когда… Сознание всё равно является формой, предметом. Но сознание соотносится с собой как формой предмета. И при этом не указывается, какая именно эта форма – круг или кук. А указывается лишь то обстоятельство, что сознание знает себя как форму предмета. Когда сознание знает себя как форму предмета, или форма знает себя как форму предмета, то предмет для сознания предстаёт как бытие. Простое, без дальнейших определений, бытие. Когда форма знает себя как форму предмета, то тем самым сознание полагает свой предмет. Сознание полагает свой предмет. Но ещё раз, какой формы? Гегель не говорит. Я бы не стал отрицать того обстоятельства, что сознание всё равно является формой Гегеля. Темно вообще ещё может быть это самое сознание. Но вот интересно, что Гегель о форме говорит как о форме вообще. Имеем просто полагание себя формы предмета, и тем самым полагание предмета самому себе или просто полагание предмета. Оказалось бы вытие, Гегель это просто просто непосредственно. Вот есть просто непосредственно, оно бытие, а с другой стороны оно ничто, потому что у него нет определенности. И всё. Без каких-либо там рассуждений о форме предмете, чем любое. Ну, это логика. Мы про логику, да. А в феноменологии уже так. В феноменологии есть форма. В феноменологии не так, главным образом, потому что там различена мысленная форма и чувственная форма. Там это различено. В логике они отождественны. Никуда не делается это различие, разумеется, мысли и чувства. Куда бы ему деться. Но мысль поглотила собой чувство, и теперь это уже просто форма познания. Не форма познания чувственного познания, не форма познания чувства, а просто форма познания. Я говорю, что я не уверен в трактовке логики Гегеля. Но когда я отказываюсь, вот лично я отказываюсь от сознания как формы, то гегельский текст для меня теряет вообще всякий смысл. Что значит непосредственное бытие? Это что? Это вода или что это? А, первое. Просто непосредственное как таковое. Не вода, а не вода. Просто непосредственное. У нас же логика понятия. Вот понятие непосредственное. Ну, понять его можно только на примерах, например, на каком-нибудь феноменалном логике. Не, ну в логике все равно. Логика начинается с того, что сознание полагает свой предмет. Он полагает свой предмет. И предмет сваливается на свои непосредственности. Сознание обладевает с самого начала, с первого шага. Логика с этого начинается. Сознание полагает свой предмет. Непосредственное означает полагает. Понятие непосредственное. Исследовать, что из него будет. Ну, можно назвать предметом. Ну, можно, наверное. Но как таковое понятие, как таковое непосредственное. И начинает его изучать. Ну, вот мы имеем непосредственность, когда сознание полагает предмет, как непосредственный предмет. Только так, на мой взгляд. Не знаю, мне кажется, что просто непосредственность как таковую. Взяли понятие непосредственного, которым мы с трудом обладевали фенологией Духа и всем остальным. Посмотрели на него и начали думать, что оно такое. Вольное бытие, а не особой стороны. Прилемности там нет никакого. Ничто оно. Ничто тождественного бытия. Ну, мы же не присмотрелись, Игорь. Мы не присмотрелись. Мы помыслились. Ну, помыслились, но мы присмотрелись, поэтому... Ну, да, Гегель говорит, что если мы присмотримся, то это не в смысле прищуримся. Да, конечно. А я, конечно, прищурюсь. Нет, нет, нет. Это было бы еще ладно. Но вот все равно, если помысленно, то положено. Самый пример, чувственная достоверность или какой-то еще, при непосредственном вынесен за скобки и совершенно безнадежно вынесен. Ну, давайте поручим кому-нибудь, у меня силами проблема, что-то физическими, вот, кому-нибудь эти предисловия, введения к логике, еще раз посмотреть. А они содержательные? Я не помню. Да нет, они вполне содержательные, да. Мне казалось, нет, я, по-моему, даже не читал никогда. У нас, Игорь, больше всего, как бы, это, постоянно этот пример... Нет, там-то довольно много. Почему много? Там, как бы, первую... В большой логике... Нет, я логику-то и сам читал, но вот понесловие сильно понимаешь, что я читал. Нет, первый пункт надо прочитать, там где-то дыти ей не что-то. Не-не-не, на это силу мне хватит тут тоже, да. Нет, именно вот введение предисловия. Нет, я вот не читал, пожалуйста. Она огромное совершенно введение. Да-да-да, я помню их там... И они очень содержательные, там наворочено всего, я не знаю, содержательные ли они по какому-то гамбургскому счету, но то, что там наворочено всего, это точно. И там тут дано как раз определение, чего начинается логика, чего надо начинать логику, проблема начала, это там. Она есть и в основной логике. Кстати, об логике тоже говорили. Она и в основной логике есть, проблема начала, начинать ли с бытия или ничто, но там коротко, и именно, вот, привязано уже к построению. Начинать ли с бытия или начинать с ничто. Это, в общем, немножко другое. А вот в предисловии «увидение» там много наворочено, в частности, по поводу начала логики. У меня осталось в голове, что логика начинается с того, что сознание полагает предмет. И я пытаюсь объяснить, что полагает самому себе, и получаю от самого себя ответ, что полагание предмета – это полагание сознания себя формой предмета. И всё. Это одно и то же. Сознание себя формой предмета, чего нет феноменологии. Потому что там есть сознание себя формой предмета, но предмет… Если он себе, например, полагает, то на полагает его такой, как математическая логика полагается. Математическая логика же тоже работает с множествами, допустим. Но можно сказать, что она полагает в том смысле, в каком фенологии, а просто нет. Хотя ясно, что где-то там есть крокодилы, овощи и что-либо ещё. Люди, имеется в виду загорелый Сократ. Кто-то там тоже… Можно сказать, что математическая логика, обычная логика институтерская, полагает загорелого Сократа. Нет, ну в каком смысле можно сказать. Но нет загорелости и Сократовости, хоть какое-то отношение к Христоте Лоркевой. Никакого. Ну вот так, кажется. Я не читал ни видения, ни предисловия. Честно. Нет, так вот, как бы, чисто предварительно, понятно, как бы, с интровгением. И поэтому надо перечитать. Надо. Поэтому говорить там, что форма, то есть предмет чувственный, достоверный, казалось бы, не имеет никакого отношения к логике. Непосредственно даётся как понятие, оно разворачивается как понятие. Но всё равно комментируется природа этой непосредственности, комментируется начало. И в этом всё дело. Это ж не… Ну ясно, что его не просто так получить, но и категорию историк тоже не просто так получить. Ну да, да. Именно поэтому. И им где-то там прилагается загорелый Сократ, где-то категория, где-то прилагается. Но очень далеко и совершенно случайным образом. Так же можно было бы и красное было и овощ какое-нибудь взять, и вместе с Сократом с ним работать. Ну конечно. Были бы помидоры, давно бы с помидорами. Не было. Не было помидоров, да. Приходилось с Сократом. Ну хорошо, давайте на это. Это мысли серьёзные. При… 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 При…